Инфопресс Здравствуйте, в эфире программа Инфопресс. О чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Рысев. В последние годы создавалось впечатление, что американцы усиленно готовятся к зомби-апокалипсису, но никак не к ядерной войне. Однако, как сообщает Лентаро, это, видимо, был лишь отвлекающий маневр. Препарат, долгое время применяющийся для снятия побочных эффектов химиотерапии, в США разрешили использовать для ликвидации последствий радиоактивного облучения во время ядерных катастроф. Запасы препарата уже включены в стратегический национальный резерв США, хранилище антибиотиков, вакцин, противоядий и других средств, созданные для оперативной раздачи населения в случае химической, биологической или радиационной катастрофы. И такая готовность со стороны американцев пугает, как, собственно, и безрассудная готовность россиян использовать ядерное оружие. Инфопресс Не дня без тверка, как сообщает газета Ру, на этот раз станцевали его во Владивостоке на фоне русского моста, символа саммита АТЭС. Количество просмотров ролика в интернете превысило уже несколько тысяч. Ранее, кстати, стало известно, что Оренбургская танцевальная школа, прославившаяся скандальным танцем в стиле тверк в исполнении пчелок, возобновила свою работу. И думается, вместо того, чтобы ругать российских девушек за столь необычное проявление своего творческого начала, стоило бы уже просто признать тверк достоянием страны. Счетная палата обнаружила нарушение в Роскосмосе на 92 миллиарда рублей. Об этом заявила глава ведомства Датьяна Голикова, передает Интерфакс. По ее словам, среди нарушений ошибки в бюджетной отчетности Роскосмоса, нецелевое использование средств и неэффективное использование денег на строительство объектов. И, казалось бы, уж кто-кто, а прокорители космоса должны быть точными с цифрами, однако, видимо, не с теми, которые касаются денег. Когда коммунальщики проводят испытания теплосетей, пишет в своем твиттере экс-директор Кировской комсомолки Максим Пасютин, у меня складывается впечатление, что на самом деле они испытывают мое терпение. Удачи в делах, это был Инфопресс с Игорем Рысевым.